Привет всем друзья, меня зовут Александр Ридоринкин, я являюсь зарегистрированным миграционным агентом здесь в Австралии и добро пожаловать на мой миграционный канал. Как я уже сказал, я являюсь зарегистрированным агентом в Австралии и номер моей лицензии 17 94 701. Вы можете зайти на сайт mara.go.au, чтобы проверить мою лицензию. MARA в свою очередь является структурным подразделением департамента иммиграции Австралии. Вся информация в этом видео будет для ознакомительного характера, я не несу никакой ответственности за ваши визовые заявления после просмотра этого видео. Вообще вся информация на моем канале является ознакомительного характера. Опять-таки вернемся к нашим интересным вопросам о визах и очень многие ребята спрашивали меня проанализировать причины отказов в визах в Австралии. На самом-то деле причины являются пустяковыми, но люди повторяют эти причины то одну, то другую из раза в раз. И все-таки я сделал некое summary и мне хотелось бы рассказать об этих причинах и все-таки еще раз, еще раз, наверное последний раз уточнить, что же эти причины значат. Если вы посмотрите это видео, то вы поймете о причинах отказов, о самых распространенных причинах отказов и возможно не допустите таких ошибок и получите свою так долгожданную визу в Австралии. Итак, начнем с причины номер один, это GTE criteria. Как я уже говорил, эта критерия в основном применяется к студенческим визам, потому что офицер не верит, что вы являетесь студентом и вернетесь назад. То есть вы должны убедить офицера в том, что вы хотите вернуться обратно в страну, из которой вы подаетесь. Если вы едете в Австралию с целью получения образования, а не с целью иммиграции, не используете студенческую визу в своих иммиграционных целях. Также эта критерия может рассматриваться в туристических визах, то есть в визитер виза, человек должен убедиться, что вы хотите приехать в Австралию только temporary, на какое-то время, и вы потом уедете обратно. То есть, пожалуйста, ребята, обратите внимание на GTE criteria, это очень важно, в особенности для студенческих виз. Идем дальше, как я уже говорил в своих некоторых видео, visa history. Неважно, на какую визу вы подаетесь, наверное, кроме иммиграционной, вы должны иметь визу history. То есть visa history это очень важно, если вы приезжаете в Австралию на временную визу. Офицер должен убедиться, что вы были где-то в странах мира, то есть вы путешествовали не только в Египет, в Таиланд, куда-то еще, вы должны путешествовать в Европу, вы должны путешествовать, возможно, на Мальту, в Японию, вы должны путешествовать в развитые страны, в Швейцарию, и не оставаться там, не становиться беженцем, не кидаться под рельсы поезда. То есть вы должны иметь visa history, тем самым вы показываете департаменту иммиграции, что вы приезжаете в Австралию просто потому, что вы хотите посетить Австралию, и поэтому вам, скорее всего, отказ не поставят. Если у вас нет visa history, если у вас чистый паспорт, то, скорее всего, у вас будет отказ. Опять-таки, это мое мнение, но зависит все, конечно же, от обстоятельств, зависит от того, сколько вам лет. Если вы, к примеру, школьник, едете в Австралию, у вас пустой паспорт, вам 16 лет, вы хотите изучить английский язык в летнем лагере, в какой-нибудь школе, в хорошей компании, English First, то, скорее всего, вам визу дадут. Если вам, к примеру, 25 лет, вы закончили университет, подаетесь на туристическую визу в Австралию, и у вас пустой паспорт, я бы подумал, дадут вам визу или нет. Опять-таки, все случаи, они уникальны. Если вам нужна какая-либо консультация по получению любой визы в Австралию, обращайтесь, пожалуйста, ко мне, так как я являюсь зарегистрированным миграционным агентом. Мы идем дальше. Третье, это предыдущие отказы. На самом деле, это очень важно. То есть, некоторые люди, опять-таки, зависит от ситуации, но некоторые люди подаются на визу в Австралию. На студенческую, к примеру, или на туристическую. После этого получают отказы, и подаются еще раз, получают отказы, подаются еще раз, получают отказы. То есть, с каждой подачей получается факт того, что вы получите визу, все угасает, и угасает, и угасает. Просто таки, как свеча. Вам нужно что-то думать, почему получаете отказы, проанализировать свою ситуацию. Опять-таки, обращайтесь ко мне, если у вас какие-то есть проблемы с этим. Однако же, если у вас были отказы на какие-то временные визы, и вы встретили, к примеру, свою любовь, и подаетесь в Австралию на партнерскую визу, скорее всего, вам дадут визу, так как у вас, если вы докажете, что у вас отношения настоящие. Идем дальше. Четвертое, это Roots in a Home Country. То есть, вы подаетесь, представляете, на визу. Да, виза временная, и вы показываете, что у вас нет в вашей стране ничего. Ни бизнеса, ни квартиры, ни машины, ни родителей, ничего. Вас ничего не держит. Пособенности, если вы девушка 25 лет, к примеру, не замужняя, и у вас ничего нет. И офицер вот эти корни, он будет реально смотреть в ваше заявление, неважно, туристическая виза, студенческая виза, какая-либо еще временная виза, и он поймет, вы хотите вернуться в Австралию или нет? С чем вы хотите посетить Австралию? Хотите ли вы остаться в Австралии или уехать? Есть ли у вас, опять-таки, виза History и так далее и тому подобное? То есть, вы должны иметь что-то, что держит вас в вашей стране. Идем пятое, Motivational Letter. Письмо мотивации, мотивационное письмо, применимо к студенческим визам. Это очень важно, ребята, очень важно. И важно вообще наличие этого письма, и важно именно предоставление логики, какой-то логики в этом письме. То есть, вы, если подаетесь на даже образование в Австралии, вы пишете, я хочу получить образование в Австралии, после этого я хочу приехать в Москву, Киев, Астану, Минск и работать там, искать свою карьеру, строить свою жизнь и так далее. Нет, не пойдет, вам это письмо забракует. И вы должны знать, что именно вы хотите учить в Австралии. Вы должны анализировать предметы, анализировать учебные заведения, прилагать таблицу и сравнивать Австралию с другими странами, с Канадой, с Новой Зеландой, с Соединенными Штатами, с Англией. Вы должны показывать, где вы хотите работать после вашего приезда из Австралии. То есть, вы должны делать мотивационное письмо, показать конкретно, как вы хотите применить ваше полученное образование. Возможно, письмо от работодателя, письмо от депутата местного совета и так далее и тому подобное. И это все идет мотивационное письмо, и это все структурируется, и вы пишете идеальное мотивационное письмо, и это увеличит ваши шансы. Если у вас, как я уже сказал, просто мотивационное письмо, где вы говорите, но не знаю, хочу карьеру свою строить, посмотрю, увижу. Нет, не пойдет, не прокатит, скорее всего, будет отказ. Дальше идем. Change in Circumstances. Если вы подаетесь на визу, у вас что-то меняется, и потом вы подаете еще раз на визу, у вас снова что-то меняется, через месяц вы подаете еще на визу, у вас снова что-то очень меняется, офицер задумается, хотите ли вы реально приехать в Австралию, или вы просто пытаетесь подгадать под офицера и, в общем-то, проскочить в Австралию и, не знаю, остаться в Австралии. Понимаете, о чем я говорю? Задумайтесь об этом тоже. Дальше. Седьмое. Не все документы вы загрузили, отправились курьером и так далее и тому подобное. Вы можете смеяться, серьезно, но очень много людей не загружают до конца документы. Возможно, вам сложно читать сайт департамента миграции, возможно, очень много документов, и для разных стран могут быть разные документы, для разных виз могут быть разные документы, некоторые документы обязательны, некоторые документы необязательны, и вот вы хотите что-то загрузить, у вас есть ваш кейс, и после этого вы не знаете, точно ли вы что-то загрузили или нет. Факт остается фактом, что вы должны проверять, какие документы вы прикрепляете, в особенности главные документы для визы. Офицер может принять решение по вашему визовому вопросу В любое время, абсолютно в любое время, не дожидаясь, когда вы загрузите эти документы. Возможно, вы помните о них, но не загрузили и думаете, да, завтра, послезавтра, на следующий день. Нет, сегодня и сейчас. Идем дальше. Восьмое. Вы говорили неправду в течение телефонового интервью. Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что офицеры, когда вам набирают на телефон, иногда это случается и для виз-визитера, и для студенческих виз, и для партнерских виз, всякое бывает, а вы можете врать, просто говорить неправду, нервничать, тараторить, что-то переспрашивать, слушаться каких-то волнений в голосе. Офицеры-то, на самом деле, все слышат, и видят, и чувствуют, потому что офицеры натренированы специально, чтобы это все распознавать. Поверьте, среди них были, ну, наверное, тысячи, тысячи-тысячи кейсов, тысячи таких, как вы, просто, может быть, десятки тысяч офицеры посольств и в Москве, и в Лондоне, и так далее, и тому подобное. Представляете, вы говорите неправду, реально неправду. Ребят, говорите правду, тогда вы точно избежите отказа вашей визы в Австралию. Девятое. Очень важно, по-моему, я уже упоминал в своем видео, но давайте здесь все это систематизируем, в вашей социальной сети. Я поясню. Представьте, что вы хотите приехать в Австралию на учебу, но одновременно вы мечтаете об Австралии, хотите мигрировать в Австралию, и ваш Facebook, ваш ВКонтакте, Instagram и так далее просто кишит информацией об Австралии. Вы пишете каждый день посты об Австралии, говорите, что хотите приехать в Австралию, мечтаете об Австралии, люблю Австралию, читаю австралийские книги, Австралия, 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 Австралия. И человек спросит, вот этот студент подается на 500 визу, он же хочет в Австралию, не давать, может быть 600 виза, он хочет просто посетить Австралию, так почему он же так мечтает об Австралии, не давать, понимаете о чем я, поэтому просто думайте, что вы пишете в ваших социальных сетях. Все это проверяется, большая дата проверяется и не попадитесь на эту ловушку, не значит, что вы должны там чему-то брать, просто думайте, что вы пишете и с вами все будет отлично. И последнее, десятое, вы подаетесь из другой страны, опять-таки много ситуаций, много различных решений, много различных отказов или получений виз, но если вы подаетесь из какой-то третьей страны, находясь на непонятном статусе там, в Австралию, то скорее всего вы тоже можете получить отказ, если вы не предоставили достаточных доказательств для получения этой визы, то есть вы не предоставили выписки, деньги с банка, показать, что у вас что-то есть и так далее, смотрите мои другие видео, я как раз там об этом все рассказываю, что же нужно показать из доказательств, то есть если вы подаетесь из третьей страны, есть вероятность, есть не всегда, но есть, что вы получите отказ, смотря опять же-таки из какой страны. Если вам понравилось это видео, не жалейте классы лайки, подписывайтесь на мой канал, здесь будет очень много интересного об Австралии, об иммиграции в Австралию, потому что я все делаю для вас, друзья. Также проверяйте мой номер Мара на сайте mara.go.eu и заходите на мой сайт aymycbration.com. Не забывайте добавляться в друзья ВКонтакте и в Фейсбуке, также вступайте на мою группу ВКонтакте, вообще все ссылки находятся вот здесь, в описании к этому видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезно и вы не совершите эти ошибки и получите свою так же ланную, так же ланную визу в Австралию. Пока, ребята, спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»